Добрый день, уважаемые коллеги, я представляю учреждение, которое раньше называлось диспансера номер один города Москвы. Мы три года назад стали многопрофильными, когда объединили несколько больниц в одно учреждение. Нашему учреждению диспансеры присоединили еще в Щепковском переулке гинекологическую больницу и на загородном шоссе 56-ю больницу. В прошлом году мы стали городской клинической онкологической больницей номер один. Немного актуальности о том, что действительно сегодняшняя тема представляет большой интерес. Заболевания встречаются в запущенном виде, в визуальной локализации, расположенной в полости рта, допустим. И глотка, полуста и гортань занимают ведущие позиции, ну конечно ведущие, к сожалению, в топ-10 причин летальных исходов больных в течение года с момента установления диагноза. Схематично изобразил подразделение нашей клинической больницы, из которого видно, что хирургия опухоли головы и шеи представлена стационарным отделением и большим отдельным поликлиническим. Кроме того, имеется возможность проводить полноценную преабилитацию, коррекцию сопутствующей патологии с наличием терапевтических, неврологических, кардиологических отделений, в том числе отделения палеоактивной помощи и отделения реабилитации физических методов лечения, физиотерапии в том числе. Также существуют большие возможности по диагностике и полноценному проведению лекарственного лечения и лучевой терапии, что немаловажно. Таким образом, больные, которые поступают в тяжелом, как правило, состоянии, я сейчас говорю о рецидивных опухолях, о тех ситуациях, когда пациенты обращаются с выраженным болевым синдромом, с выраженными элементарными нарушениями, плюс сопутствующая патология. И мы понимаем, что таким пациентам, как правило, отказывают в лечении, назначают наркотические средства и отправляют в хосписы. У нас есть возможность таких пациентов готовить к операциям и выполнять хирургические вмешательства. Вот, как видите, при резиктабельности мы, как и принято во всем мире, выполняем спасительную хирургию, прибегаем к ней. При нерезиктабельных случаях, о чем я сейчас тоже остановлюсь, показаниях, противопоказаниях к хирургии, мы прибегаем к различным вариантам системной терапии. Ну и, конечно же, оцениваем возможности, вернее, наличие или отсутствие отдаленных метастазов. При резиктабельных ситуациях, сейчас разберем коротко, быстренько, на локализации социально-функционально значимой полости рта, языке. Вчера поднимался вопрос о том, стоит ли, вернее, какую пластику делать, когда ее делать и каким образом, какие лоскуты использовать. В беседе с хирургами я часто слышу такие мнения, что в любом случае нужно завершать операцию пластическим компонентом, закрывать дефект и не стоммировать больных. Ну, позволь себе не согласиться с таким мнением, которое в последнее время превалирует среди нас, специалистов, потому что есть ситуации, когда единственным возможным методом лечения является хирургия, но общее состояние больного это не позволяет сделать, не позволяет применить какой-либо реконструктивный пластический момент, выполнить аутотрансплантацию или даже взять большую грудную мышцу переместить. Когда нужно быстро удалить распадающуюся опухоль или кровоточечую, потом вторым этапом уже подготовить больного к следующему этапу хирургического лечения либо в зависимости от ситуации проведения послеоперационного противоопухолевого воздействия. В своей работе мы, конечно, опираемся на рекомендации международные. Немного их расширили, приспособили к нашей ситуации, когда в городской онкологической клинической больнице мы сталкиваемся с моментами обращения больных, которым, в принципе, нельзя уже отказать и нужно оказывать помощь. Нет возможности отбора, скажем так, как в крупных федеральных учреждениях. И нам приходится всяческим образом лавировать, но в подавляющем большинстве проводить хирургическое лечение. Конечно же, при условии выполнения радикального вмешательства Р0, и когда это возможно, мы прибегаем к такой ситуации. Но даже при наличии показаний для выполнения лимфоденэктомии шейных, в ряде случаев, опять же, по наличию противопоказаний к выполнению операции в полном объеме, нам приходится выполнять сначала удаление опухоли, стомирование больного, потом следующим этапом прибегать только к лимфоденэктомии. Безусловно, в нашей клинике выполняется и микрохирургическая утрасплантация, и применение всех возможных вариантов пластики, кроме, конечно, к сожалению, у нас не развито пока еще эктопротезирование, к которому мы еще будем обращаться в дальнейшей работе. Но оростомию тоже нужно знать, как выполнять. Это, безусловно, понятно для каждого хирурга, потому что имеет значение ушивание, сопоставление краев раны, надежная изоляция сосудов, поэтому само по себе оростомия в ряде случаев тоже вытекает в такое реконструктивно-пластическое вмешательство. Безусловно, стомировать больных нужно при осознанном выборе пациента, при его полной информированности о том, что будет после операционном периоде, какие ждут его функциональные эстетические потери. Но, как правило, больные соглашаются на это вмешательство в таком объеме, редуцированном, лишь потому что имеется выраженный болевой синдром, жесткая интоксикация, кровотечение, зловоние, которое распространяется вокруг. Поэтому, как правило, у пациентов не бывает выбора. Но, тем не менее, они соглашаются. И беседа с родственниками, считаем, тоже обязательно. Ну и опять же, при оформлении стомы обязательно нужно думать о перспективе отсроченной пластики, если речь идет о сохранении подъязычного нерва, единственного оставшегося. Его нужно надежно укрыть, чтобы в последующем при мобилизации краев вторым этапом, когда пластика отсрочена, не повредить его, не нанести такой урон существенный. Мы в своей клинике используем ту схему, которую мы разработали еще в институте Герцена совместно с Игорь Владимировичем, основанную на выборе пластического материала и методе пластики. Кротко о том, как мы готовим больных, вот этих тяжелых больных, к выполнению вмешательств. В ряде случаев мы пациентов переводим из нашего, вернее, даже до госпитализации в хирургическое отделение, мы их направляем на подготовку в наши терапевтические площадки, на наши терапевтические отделения. Обязательно коррекция болевого синдрома и проведение коррекции нутритивного статуса. Без этого, как показывает практика, не удается реализовать тот план лечения, который необходим. Более того, выходить больного после операционного периода. В зависимости от его потерь и выбирается объем поддержки нутритивной, начиная от сиппинга и заканчивая полным параэнтеральным питанием. Несмотря на массу больных, казалось бы, неистощенных, признаки кахексии могут быть скрытыми. Существует на сегодняшний день очень много средств, которые доступны и важны. Мы применяем схему, алгоритм подготовки этих больных к операции, которая была опубликована в журнале «Опухоли головы и шеи», по-моему, в 2016 году. И такой подход позволяет во многом сэкономить на введении послеоперационного периода, сократив число, количество осложнений и расширить рамки для проведения хирургического лечения. Все эти позиции закреплены в методических рекомендациях, включая наши рекомендации АОР и НССН. Таким образом, нам удалось существенно снизить частоту осложнений в этой тяжелой группе больных. Для примера я покажу результаты. Мы проанализировали 95 наблюдений, когда мы выполняли расширенную орфоциальную резекцию по поводу рецидивов опухоли, находящихся в полости рта, в различной локализации и языке, с 2011 по 2016 год. И мы увидели вот такие результаты. Медиана общей выживаемости составила 58 месяцев, что довольно-таки неплохо. И видим, что динамику вот такую, что в течение первого года 83% больных выжили, перешли этот рубеж и так далее. То есть определенные перспективы в этом направлении есть. Ну, по крайней мере, мы пока вот таким путем идем в оказание помощи этой непростой группе больных. Но что делать с теми пациентами, которым хирургическое вмешательство противопоказано? Игорь Владимирович ярко продемонстрировал нам пример всевозможного применения локальных методов воздействия, включая регионарную химиотерапию. Мы в последнее время чаще стали применять лекарственное лечение, в частности иммуно-онкологические препараты. Это опираемся на исследование Checkmate 141, известно всем рандомизированное международное исследование, которое показало преимущество аниволумаба по сравнению с стандартным имеющимся вариантами лечения, химиотерапевтическим воздействием у больных рецидивными опухолями, платинорезистентными, которые уже исчерпали все возможности лучевой терапии и хирургии. Мы видим в три раза результат двухлетней выживаемости лучше. Причем вне зависимости от HPV статуса и PDL экспрессии. А вот этот график совсем интересен, очень интересен тем, что речь идет здесь о больных, у которых опухоль прогрессирует на фоне проведения адъювантной терапии включением платины. То есть это больные, которые уже не будут оперироваться, которым уже все стандарты и все возможности применены. Раньше этих пациентов, конечно, безусловно, отправляли на паллиативное лечение. Но вот сейчас вот такая возможность, опция появилась, когда фактически в два раза улучшились результаты с проведением малотоксичного лечения. Кому мы назначаем неволумап в нашей клинике? Это, конечно, безусловно, пациенты с хорошим ЭКОК-статусом, что тоже непросто бывает поддержать. Даже если больной обращается с рецидивной неоперабельной опухолью, то, как правило, это уже ослабленный пациент, которому опять же мы применяем нутритивную коррекцию. Важно здесь продержаться ему полтора-два месяца, когда препарат начнет работать. После платино-рефортерных случаев и вне зависимости от PDL и HPV статуса. Сейчас обсуждается широко позиция применения в предоперационном плане иммуно-онкогических препаратов, о чем было доложено уже на АСКО в этом году. И вот короткий пример. В нашей клинике применение вот такого подхода у больного с привычно множественными опухолями, раком гортоноглотки плоскоклеточным и опухолью, плоскоклеточным раком слизистой преддверия полости носа, проведено было химиолучевое лечение с хорошим эффектом по первичному очагу и остатком метастатического конгломерата на шее. Мы выполнили ему расширенную лимфоденэктомию шейную и резекцию наружного носа с пластикой, перемещенными лоскутами регионарными. Но, к сожалению, после этого вмешательства, через 6 месяцев было выявлено такой бессимптомный, огромный метастатический процесс, парафарингеально распространяющийся к основанию черепа. Мы в данном случае, учитывая отсутствие границ, локализацию этого очага, этого конгломерата, мы расценили ситуацию как нерезиктабельный, а если резиктабельный, то невозможность выполнения R0 и прибегли к проведению иммунотерапии неволумаба. И мы отметили, что уже буквально через 2,5 месяца наступил очевидный эффект. Он был отмечен и самим пациентом, субъективно, и также было отмечено при комбинутномографии. А через полгода, уже через 5 месяцев, уже была резорбция более 50% опухоли. И вот этот пациент, видите, к сожалению, у меня нет фотографии, когда у него еще была опухоль. Очевидно здесь, это уже момент, через как раз полгода после лечения остался секвестр вот такой челюсти. Мы его удалили и выполнили биопсию прилежащих тканей. При гистологическом исследовании опухолевых клеток не было обнаружено. Ну, в результате вот этого небольшого вмешательства образовалась микрооростома, которую мы тоже не закрывали сразу. Гистологическое подтверждение. Вот этот пациент буквально в июне этого года, он продолжает получать неволумаб. Отмечена полная резорбция опухоли. Вот, видите, то, что было. Вот сейчас какая клиника, картина. Что дальше планируется? Ну, сейчас, видите, он без зонда, питается через рот. Небольшое периодическое функционирование вот этой микрооростомы существует. Мы планируем ее закрыть пациенту. Таким образом, мы как альтернативу тем больным, когда невозможно выполнить по тем или иным причинам хирургическое вмешательство, рассматриваем именно иммуно-онкологические препараты. Конечно, еще раз хочу сказать, что это очень тяжелая группа больных, и здесь нужно с ними, безусловно, договариваться, все рассказывать, ничего не скрывать, не будет проблем и каких-то судебных тяжб в послеоперационном периоде. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Анатольевич. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Так. Сергей Олегович, возьмите микрофон в руки. И я предлагаю вообще не выпускать вопрос. Спасибо. Первый вопрос. Значит, по поводу онкодиспансера. Вы сейчас стали во главе онкоцентра. Там, да? Где? В городской клинической больнице, да. Хорошо. То, что я увидел по этим слайдам, меня немножко насторожило. А что, неужели то, что вы оперируете и потом даете химиотерапию, это все очень хорошо? Как минимум неплохо. Хорошо? Замечательно. Так. Девушка, возьмите, пожалуйста, микрофон. Андрей Павлович, передайте. Спасибо вам большое за актуальное сообщение. Вопрос практически. Вот сейчас стоит вопрос о том, чтобы нутритивная поддержка, которая очень важна, была организована и имела свои социально-экономические уже показания, включение в КСГ вот этого вопроса и прочее. Но в Герцена, по крайней мере, наладить нормальную нутритивную поддержку нам не удается. В каком плане? Поликлиника на себя не берет, врач-консультант в поликлинике не назначает. Назначает анестезиолог за 3-4 дня до операции, естественно, мы сроки этой нутритивной поддержки не выдерживаем. Специалист отделения, который консультант в Главе ШЭК, кто-то назначит, кто-то не назначит. Вот как практически у вас это организовано, то есть, ну, чтобы перенять, допустим, какой-то совет и это внедрить тоже в жизнь, пока это не включено в реестр помощи. Спасибо, Андрей Павлович. Сейчас. Все понятно. Сергей Олегович, только по моей команде будете подавать микрофон. Да, все. Андрей Павлович, спасибо. Ну, насколько я знаю, у вас в институте там существует нутритивная группа такая, да, нутритивная, но которая, конечно, больше сосредоточена на патологии не проксимальных отделов пищительного тракта, а желудочно-кишечного тракта. Вот, и там доктор Хомяков этим занимается. Ну, как это у нас практически проходит? Да, действительно, вы правы в том, что, по крайней мере, когда уже больные лежат в стационаре, эти смеси все, они закупаются, централизованно поставляются, проблем нет. А до стационара, конечно, когда пациенты обращаются, и вот там схеме в алгоритме было, здесь не нужна никакая дополнительная консультация, а доктора, которые сидят на первичном приеме, и они видят проблему у пациента наличия нутритивных, наличие необходимости коррекции нутритивного статуса, прям тут же, в зависимости от степени проявления этих проблем, назначают, говорят им, советуют сиппинг. Это в доступе, это подается во всех аптеках и не очень дорого. Сами покупают, да. И причем это очень важно, и мы видим, Андрей Павлович, даже когда пациент начинает этим всерьез заниматься, обеспокоен этим, и буквально 3-4 дня он приходит на следующий прием уже другим человеком. Да, вопрос понятен, ответ хороший. Так, пожалуйста. Большое спасибо за чудесный доклад, то есть как раз у меня такие доклады ближе, потому что я городской, онкологический диспансер, и некоторые проблемы как раз у нас решаются проще, то есть может быть и в Москве тоже, то есть у нас есть центр стомированных пациентов, на котором возложена вся нутритивная поддержка. То есть больные до госпитализации, в процессе госпитализации бесплатно получают эти препараты, и то есть это у нас, я считаю, что достаточно решенный вопрос. Был такой вот, поскольку раньше мы тоже очень любили широко использование аростомы, даже действительно, и вот опыт показывает, что реабилитация после аростомы, даже первичная, то есть она лучше, чем первичная пластика. Это мое личное мнение. И второе, вы используете аптураторы для вот этих пациентов с аростовыми? Потому что мы раньше просто вот самополимеризующиеся силиконы, и великолепный результат, то есть на месте изготавливается аптуратор. К сожалению, я понял, понял, спасибо большое. Мы специальных приспособлений официальных не используем. Вот вы увидели некоторые фотографии, там наши пациенты прикручивают себе различные баночки, приспосабливают крышечки для того, чтобы собирать слюну, и с этим потом живут. К сожалению, пока... А аптураторы используют или нет? Хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. Михаил Игоревич, удовлетворен ответом? Не совсем вижу. Скажите, пожалуйста, какие конкретные препараты вы используете для лечения хронического болевого синдрома? Их достаточно много. Ну, выбор большой. Я лично эти препараты не использую. У нас есть специалисты, которые это назначают. Вот тут действительно есть же проблема. Вы знаете, да, что там, где мы стараемся наркотики не назначать, опиоиды. Но имеем такие случаи, когда пациенты уже по месту жительства, у нас же там в Москве, в других округах города, получали наркотические препараты. И с этими больными сложно работать. Сергей Анатольевич, кратка сестра таланта. Мы их оперируем, тем не менее. И некоторые из них отказываются потом от опиоидов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова